Мы хотим получить все-таки конкретные ответы на наши конкретные вопросы, для того, чтобы достойно жили не только мы, как работники скорой помощи, но и наше население было защищено именно со стороны республики, со стороны города. После многочисленных акций протеста скорая медицинская помощь Уфы начала голодовку. Напомним, что изначально активисты планировали устроить итальянскую забастовку, то есть работать по инструкции, но решили не рисковать здоровьем населения. Всего в голодовке протесте изъявили желание участвовать 12 человек. Мама с маленькими детьми и водителем в целях безопасности была отказана. Мы отказались от еды. На всех пресс-конференциях, в интервью администрация нашей скорой помощи говорит о том, что все наши требования выполнены, остались отдельные недостатки, которые устранить тоже никаких проблем нет. На самом деле это не так. До сих пор у нас не гарантирована зарплата в соответствии с дорожной картой, если человек будет работать на ставку. Большинство из нас работает на полторы и две ставки. Ссылаются на отсутствие финансирования. Тогда возникает вопрос, почему скорая помощь финансируется в нашей республике одинаково везде, но таких проблем не возникло в других городах. Например, таких как Стерли, Тамако, Шимбай, Салават. Нам вернули оплату в 100% ночных. Но это случилось один раз, и это нигде не гарантировано. То есть в трудовом договоре у нас сейчас пытается администрация внести изменения, что эта оплата будет до 100% и только при наличии финансирования. То есть она может быть гораздо меньше. Мы подойдем, спросим, почему, нам скажут, нет финансирования, и все, на этом будет разговор закрыт. В прокуратуру обращались, прокуратура переправила Минтруда, Минтруда выявил очень много нарушений. То есть все, что мы в жалобах озвучивали, подтвердилось. И они вынесли решение и предписание с указанием сроков устранения этих нарушений. Работники скорой помощи не отказываются от исполнения своих служебных обязанностей, а после работы они будут находиться в штаб-квартире. На данный момент в акции протеста участвуют 6 человек. Голодовка объявлена бессрочно, пока требования активистов не будут выполнены. Уже сегодня с ними общалась начальник горздрава. После разговора они договорились о завтрашних переговорах с участием работодателя.